Сегодня мы беседуем с писателем-фантастом, чем членом Союза писателей России Сергеем Александровичем Баталовым. Мы хотим обсудить его творчество, те миры, которые он создает в своих произведениях. А кроме фантастических романов у него есть детективные. И, будучи педагогом, очень интересно его произведение, посвященное и этой тематике. Итак, пожалуйста, Сергей Александрович, скажите, что вас привело к литературному творчеству? Вопрос сложный и вопрос одновременно простой. Я с детства очень много читал. И сначала это было какое-то большое, достаточно большое количество книжек. Так проглатывал томами, а потом стал уже читать библиотеками. Если попадалась какая-то хорошая библиотека, я ее за несколько месяцев перечитывал всю. Когда стал постарше, очень сильно увлекся фантастикой. У меня достаточно хорошая была библиотека. И все, что можно было достать, и все, что нельзя достать, я все доставал и читал. И где-то на рубеже примерно 23-24 лет я попробовал свои силы фантастики. Написал рассказ и отослал в один из столичных журналов. Главный редактор этого журнала прислал мне совершенно разгромный ответ. И примерно на 18 лет я оставил мысли что-то написать свое. Только был читателем. И примерно в возрасте 42 года я почувствовал в себе такое количество идей, материала, событий, которых я вижу в своем разуме, что я уже не мог не писать. То есть ситуация, когда уже не мог не писать. Ну, вы сибиряк, не так ли? Да, да, Борис Юрьевич, вы тоже. Мне приятно с вами общаться как с замечательным редактором и как с земляком. Потому что для нас в Сибири там 2 или 1,5 тысячи километров – это небольшое расстояние. Я вас искренне считаю своим земляком. Спасибо. И мне очень приятно общаться с вами. Большое-большое вам спасибо. Вот на меня я хотел, так сказать, обратиться к вашему творчеству, связанному с педагогической деятельностью, прежде чем мы поговорим о фантастике. На меня произвело большое впечатление произведение вот о ранах, которые наносятся с детства. А о физическом насилии к ребенку, которого вы там описываете. Это сцена с утоплением котенка. Вы помните это произведение? Да, эта книга на 200% автобиографична. И этого котенка топил я. И это тот крест, который я несу всю свою жизнь. Это ужасно. Да, когда я вспоминаю этот эпизод, у меня слезы наворачиваются на глаза. И вот отчим, он, кстати, жив до сих пор, была такая ситуация, что нужно либо утопить котенка, либо будут очень тяжелые последствия, не только для меня, но и для моей матери. И сегодня у меня дома живет три кота, я их всех подобрал на улице. И я, если, допустим, вижу там, не могу подобрать 50 котов, но если вижу котов, я не могу даже спокойно на них смотреть и даже не могу об этом разговаривать. Это такая боль незаживающая. И я хотел сказать, что вот эти сильнейшие впечатления, которые были в детстве, они остаются с человеком на всю жизнь. И я в этой книге хотел показать, насколько велика роль наставника, в том числе и спортивного наставника, в роли любого человека. Если бы мне, такому подростку с израненной душой, не попались в моей жизни такие наставники, как Михаил Фаверович Певзнер, он, кстати, полгода назад умер, ему было 70 лет, царство ему небесное, и Николай Платонич Свистунов, он жив, ему тоже более 70 лет, неизвестно, что было. Я ходил по районному центру с ножом, это на самом деле история из моей жизни, и она показывает, отвечает на вопрос, почему я писатель, работаю учителем физкультуры. И очень много вопросов было у знакомых, у незнакомых, что ты мог бы устроиться в газету, мог бы риэлтором работать, то есть интеллект позволяет. Но я чувствую за собой долг перед этими современными мальчишками. То, что сделали для меня мои наставники, я не могу им вернуть обратно, но я могу это вернуть тем детям, которые сегодня. И у меня очень много ребятишек, которых я повернул на правильное русло. Скажите, ну вот вы столько лет как бы мучаетесь этой проблемой, насилия, да, вы нашли выход. Это не только насилие в семье, но мы вот знаем, что и в школе дети достаточно жестоки. И вот, допустим, я подвергался постоянно насилию со стороны своих сверстников. Ну и дома тоже, конечно, не так ярко, как у вас, и тяжело. Но вот я не нашел этого выхода. То есть дети, когда вы их объединяете хотя бы больше, чем одного, становятся не очень, вы знаете, дружественными существами. Они склонны обижать, избивать, издеваться, оскорблять. Вот какой выход вы видите в этом? Тем более, что вы это все время наблюдаете. Ведь как возникает в любой группе, немедленно возникает аутсайдер, немедленно сколачивается, так сказать, какой-то круг вокруг отрицательного лидера. Этот аутсайдер подвергается, значит, издевательствам. И молчаливое большинство за этим наблюдает, подхихихивает и так далее. Вот какой выход из этого? – Два выхода. Есть выход со стороны ребенка. Я о нем написал свои книги. То есть я вам говорю, что ходил с холодным оружием. А потом я пошел на единоборство, на самбо. И Михаил Фаевич примерно за полгода полностью поменял мой менталитет. Вот я стал совершенно другим человеком. То есть выход есть. То есть это работа над собой. Второй… – То есть вы имеете в виду, что человек, которого обижают, должен поменяться, дать отпор, стать, так сказать, независимой личностью? – Не всегда это возможно. – Особенно, когда уже он зарекомендовал определенное положение в этом детском коллективе. И тогда это просто опасно. Это может дойти до смертоубийства. – Да, я с вами соглашусь. Поэтому очень много есть ситуации. Ну, на самом деле, вы такой широкий вопрос задали, и вот на него нет простого ответа. У меня получилось так вот, как я говорил. То есть я себе зарекомендовал такой, ну, как очень слабый человек. Потом пошел на самбо. Там появились у меня друзья-одноклассники. И сам я стал физически сильнее. То есть вот я, ну, 75 раз отжимался в школе, то есть это, в принципе, дорогого стоит. Плюс там десятки, сотни спаррингов провел. То есть я уже в единоборстве себя чувствовал хорошо. Но бывают ситуации, когда, допустим, человек физически не может пойти заниматься на какую-то борьбу. Ну, один из выходов – поменять школу. Поменять школу, поменять окружение. – Ну, когда вы меняете школу, становится иногда еще хуже. Потому что вы там абсолютный чужак. Те дети, которые более или менее уже распределили роли. Вот именно такой же выход был предложен мне. И после этого начался абсолютный кошмар. Когда я поменял не школу, правда, а класс. То есть поменяв детский коллектив, вы становитесь еще большим аутсайдером, чем вы были в том, в котором у вас были какие-то маленькие или среднего рода проблемы. Еще, Сергей Александрович, вы предлагаете индивидуальное решение, а не системное. То есть вы предлагаете решение, как вы бы предложили своему сыну или вашему ученику, которого вы бы нашли там избитым и давали бы ему совет. Но ведь когда, если он перестанет быть аутсайдером, то детская коммуна найдет другого. Ну вот смотрите, я только озвучил первую половину ответа. А что касается системного решения этой проблемы, то я занимаюсь этим именно сейчас. Я тренер, я наставник. И у меня в группе и в школе не бывает аутсайдера. Если кто-то на кого-то там плохо посмотрел, я этого человека, или там, не дай бог, толкнул, или какое-то оскорбительное слово сказал, я буду с этим человеком беспощадно. Ну, в рамках педагогического процесса. Он будет отжиматься, у меня там прыгать. Я изгоню его из секции, которую он любит. А потом они выйдут за стены школы и свершат свое подростковое правосудие. Ну, возможно. У меня такого не было никогда. За два десятилетия. А может вы не знаете, что происходит? Находил слова, объяснял. А может вы не знаете, что происходит за стенами школы? Знаю. Ребятишки мне говорят, может быть не все, но секретов от меня нет. Они прислушаются к моему мнению. И у меня много очень детей, которые аутсайдеры, которые я поднимаю с помощью тренировок, поднимаю их авторитет. Вот я, допустим, по здоровью, я был освобожден от физкультуры всю свою жизнь. По здоровью. У меня были больные почки, мне нельзя было там передапрягаться. То есть я всегда был освобожден от физкультуры. Вот. Вы понимаете, я хочу обсудить с вами, как с писателем, а смотрящим на эту проблему более широко. Что происходит с этим детским человеческим обществом? Почему это происходит? В чем корни этого? И как с этим бороться? Именно системно. Может как-то реорганизовать? А хорошо ли это то, что мы их собираем в ватаге? А правильно ли мы это делаем? Может, какой-то должен быть другой контроль? Может быть, я не знаю, что. Но то, что происходит, вот то, что с вами случилось на личном уровне, даже если бы это не произошло с родителями, иногда дети подвергаются вот такому насилию от своих сверстников не в меньшей степени. И это все скрыто от глаз как педагогов, так и родителей. Они стесняются, им это жутко страшно рассказывать. И это, по сути дела, ломает человека на всю оставшуюся жизнь. У него возникает куча неврозов, неуверенности в себе, комплексов. И главное, затаивается огромная злоба по отношению к людям. То есть мы, по сути дела, делаем школы, которые уродуют детские души. Именно за счет вот этой вот природы самих отношений в коллективе. Оставьте небольшой коллектив детей, предоставьте его самим себе. Есть такие книги, есть Lord of the Flies, на английском есть книга, там, Властелин мух. Вот, где там они были предоставлены самим себе. Они создают дикое, очень жестокое сообщество. Это то, что касается мальчика. А девочки тоже очень жестокие. Они меньше дерутся, как бы, но они гораздо более язвительны, оскорбляют другим этим образом и так далее. Видите ли вы какой-то выход из этого? Вот смотрите, Сергей Александрович, но ведь мы во взрослом мире этого не делаем. Ну, не делаем мы это. Согласитесь. Вам часто бьют физиономию, или вы бьете физиономию кому-то во взрослой жизни? Часто? Ну, вот за последние, скажем так, 40 лет однажды, дважды подрался. За 40 лет дважды. Мне за всю жизнь мою взрослую только один раз сломали нос, и то у пельменной, когда мне было 18 лет, я заступился за друга. Все, с тех пор никакого физического досилия не было. Но когда я был школьником, меня били каждый день. Унижали, били. До сих пор, если ко мне прикоснуться, я вздрагиваю. Понимаете? И мое видение мира, моя депрессивность, моя израненная, так сказать, душа, мое представление о мире. Представляете, я прихожу, там, шестилетка в эту школу, там, с открытой душой, с открытыми глазами, и там появляется вот такая вот... Это сам. Борис Юрьевич, все, что вы сказали, это абсолютная правда. У меня нет ни желания, ни возможности возразить. Что касается детских коллективов, вы абсолютно правы. И я не могу в силу ограничить своих возможностей повлиять на, скажем, всех детей моей большой стороны. Мы взрослые так не делаем, а дети так делаем. То есть, хотя, если нас поселить достаточно плотно, вот типа тюрьмы, или какого-то... Или закрытая армия. Да, армия, тюрьма, то есть где-то нас вот столпить, и пойдет то же самое. Но расслоение происходит. Разборки, там, расслоение, опять вот это... То есть, может быть, корень зла именно в самом устройстве вот этого школьного обучения, что оно создано таким образом, что дети находятся вот в подобных условиях, как в тюрьме, что ли, или там как... То есть, что-то здесь не то. Причем, я вам скажу, онлайн... Да, онлайн они не могут драться. Но они жутко друг друга обижают. Я вот у меня... Я сотрудничаю с частной школой, и я вел довольно много уроков в прошлом году. И вот когда перерыв онлайн, да, они так обижают друг друга, говорят такие отвратительные вещи, оскорбляют. Вот. То есть, вот как только вы их оставляете один на один друг с другом, происходит какой-то кошмар. Вот. Я думаю, что причина в самой детской психологии... Это особенность детской психологии. Человеческая психология. Нет, детской, человеческой психологии. Изменить невозможно. Вот мы почитаем, как происходило обучение в 17-м, 18-м, 19-м веке. То же самое было. И можно это изменить на каком-то... То, что вы говорите, как это ни печально, но абсолютно это правда. Но это можно изменить. Вот мои наставники обладали этой способностью менять детский мир вокруг себя, но на длину своей руки. То есть, все, кто ходил в тренировочную группу, все, кто ходил в школу, мы общались, мы уважали друг друга, мы поддерживали друг друга. И вот у Николая Платоныча, может, больше 40 лет, как не занимаемся, мы до сих пор дружим, и общаемся, и созваниваемся. Вот то, что вы говорили, это как бы норма. Как это ни печально. А эту норму на нормальное, комфортное существование может изменить конкретный наставник. То есть, тот человек, который имеет талант и хочет это изменить. Ну, сколько этих талантов-то? Единицы. Да, мало. Согласен. Мне посчастливилось, мне повезло. В этом смысле, мне повезло. А не кажется ли вам, что получается, что создание детских коллективов по сути дела вредит детям? Они не закладывают те навыки, которые потом применяются во взрослом общении. Там совершенно другой тип общения. Не напоминающие взрослые, а абсолютно не напоминающие. Ну, нечего возразить. Действительно, детей согнали не по своей воле, там, в коллективе по 20-30 человек. Они вынуждены находятся в этом сообществе. И, естественно... Кроме того, если есть один агрессивный из какой-то вот агрессивной семьи, там, где он подвергается сам агрессии, где это самое... Достаточно одного, чтобы весь коллектив детский превратился в адскую, так сказать, машину ломания детской психики. Достаточно одного. Вот. И не получается ли... Вот мы, допустим, ведь не будем совершенно трезвым образом брать ребенка так, чтобы ему физические какие-то увечья наносились, или чтобы это самое... То есть, получается, чтобы, признавая, что дети вредны друг другу, не следует ли нам каким-то образом пересмотреть вообще? То есть, вместо того, чтобы надеяться, что мы будем в каждом отдельном случае решать... Понимаете, чем кончается? У нас, получается, страна полная людей со сломанной психикой. Одни сломанная психика, потому что они агрессоры. Причем агрессоры эти, которые успешны в школе, обычно неуспешны, очень часто неуспешны во взрослой жизни, потому что, как я говорю, там эти дела не проходят. А подавленные, они, наоборот, иногда бывают успешны, потому что они как бы компенсируют свою задавленность, и так далее. Но вся страна со сломанной психикой. Ну, абсолютно, вы правы. Значит, есть альтернатива, это домашнее воспитание, дворянское домашнее воспитание. Ну, вот я именно так поступил со своими детьми, поскольку сам подвергся таким ужасам в школьном возрасте. Двоих детей я дома обучал, а когда был достаточно состоятелем, то и приглашал учителей достаточно хороших. Но, вы знаете, они все равно потребовали, чтобы их вернули в школу, когда достигли возраста 15 лет, 14 лет. Как сложились их отношения в школе? Вы знаете, как ни странно, а хорошо. Потому что они уже вышли туда зрелыми людьми и скорее как бы производили некие какие-то лидерские эффекты. Ведь проблема в том, что нас ломают, когда нам 6 лет. И когда уже мы автоматически привыкли, что мы, знаете, этот синдром жертвы, что даже если вы мирный человек, но рядом с вами человек, который привык быть жертвой, вы сами не заметите, как вы на него наорете. Он как бы исключено. Я лучше подойду и постараюсь его защитить, поддержать. Он ставит вас в это положение. Понимаете? Это привычно для него, для человека в положении жертвы. Но для меня это непривычно. Если человек жертва, это, ну, как у нас говорят, я как по-русски по-простому скажу, если человек свинья, это не значит, что свиней должен быть я. Если он жертва, это не значит, что я должен это использовать в своих качествах. Нет, безусловно. Ваш пример с вашими детьми, он очень показательен с точки зрения познания женской психологии, извините, детской психологии. Дети выросли, и у них появился в душе стержень. И когда они с этим стержнем в школу, все остальное не имеет значения. Да, мой стержень появился в процессе, когда я начал заниматься. Это тоже было там 15-16 лет. И ваши дети в 15 лет это в принципе сформировавшиеся личности, плюс которые, скажем так, живут в хороших условиях, посмотрели мир, знают себе цену, и когда они приходят, ничего не говорят, они транслируют это своим поведением. И они этим самым вызывают, невольно или невольно вызывают уважение. Поэтому я и говорю, что самое лучшее воспитание – это домашнее. Дворянские семьи об этом говорят. Не случайно в императорских семьях, ведь ни в какую школу детей не отдавали, были учителя. То есть, очевидно, домашнее воспитание – это лучшее. Лучшее из того, что могла придумать цивилизация. Почему такая же степь? У него есть тоже недостатки? Ну, в любой системе есть недостатки. Но эта система с домашним воспитанием, она в меньшей степени подавляет личность человека. Она помогает формироваться. Приходит учитель, видит, что ребенок любит рисовать, или он там пишет левой рукой. Его, в классе, у него нет возможности реализовать свои способности, но он должен быть такой, как все. А при индивидуальном обучении учитель с удовольствием разовьет это качество. И вот человек почувствует свой талант, свою нужность, хотите свою незаменимость. И, ну, вот так. Сергей Александрович, а вот сейчас о фантастической вашей творческой деятельности. А ваши ученики читают ваши книги? Да, конечно. Я, значит, вот у меня, значит, за спиной, так, это у меня за правым плечом висит табличка «Писатели с Эдинас» эта табличка висит в библиотеке. Мои книги находятся в школьной библиотеке, и дети с удовольствием их читают, ну, и, в общем, в очередь занимают, в том числе и педагогический роман. Но книги такие, это такой читатель очень специфический, то есть, кому-то нравится, кто-то не читает от слова совсем. поэтому я очень так спокойно к этому отношусь, если ребенок, допустим, между уроком ко мне подвигает и говорит, вот очень интересную книжку написать, говорю, хорошо, давай об этом поговорим после урока, сейчас у нас вот такое-то задание или такая-то задача. А бывало, что вас, вам задавали вопросы именно по сюжету, по героям? Да, конечно, постоянно задают и спрашивают, ну, это же дети, вот что они подумали, то они и спросили. А интересно, вот вы, по сути дела, создаете некие фантастические миры, я бы даже сказал, не столько фантастические, а даже фэнтези, да, то есть, как вы это делаете? Это у вас, вы сначала как бы лежите на диване, воображаете что-то или занимаетесь спортом, вам что-то приходит в голову, или вы вот садитесь и еще не знаете, что напишите, а потом сами удивляетесь, надо же, а? Борис Юрьевич, я вас немножко огорчу и удивлю, и может быть, удивлю, я не, не придумываю ничего на диване, и я расскажу, как это происходит. Я как-то брал интервью у замечательного российского писателя Вячеслава Шалыгина, я задал ему вопрос, а как вот ты, ну, значит, пишешь, такой же вопрос, как и вы, он говорит, я конструирую свои миры, то есть он их конструирует, берет кусочек отсюда, берет кусочек отсюда, он их конструирует. У меня все, все по-другому, дело в том, что я свои, сюжеты своих книжек вижу, как, как цветной, смонтированный, озвученный, кинофильм, и моя задача взять, и то, что я увидел, написать. То, что я там вижу, это то, что я пишу, это примерно 10% от того, что я увидел. Вот спрашивают у меня, почему, как это произошло. Дело в том, что у меня супруга занимается эзотерикой, и примерно в возрасте, ну, глубоко так, она очень в эту тему погружена, и примерно, вот 41-42 года, она мне сделала две инициации, ну, там не сразу, с каким-то перерывом, то есть она мне открыла канал в энергоинформационное поле Земли. То есть я считаю, не как писатель, фантаст, а как человек, как гражданин, что Земля – это живое существо, и существует энергоинформационное поле Земли. Она мне через инициацию открыла канал в энергоинформационное поле Земли. Я это называю для простых людей подключиться к внешнему источнику информации. Я ничего не придумаю. Я беру готовый продукт и переношу его на бумагу. Ну, вот, это честный ответ. Ну, это прекрасный ответ. И он обычно сочетается с ответами многих, кто занимается творчеством, соглашающимся с тем, что они являются более проводниками каких-то образов, а не непосредственными, так сказать, конечными их генераторами. Да. Я ничего не придумал. Иногда я читаю какие-то произведения, и я вижу, что у человека, скажем, он приоткрыл щелочку и посмотрел вот этот мир, который там существует, и перенес его на бумагу. Я смотрю через дверь, могу сесть и посидеть, посмотреть. И почему у меня получается, что, скажем, вот в этой серии о «Звездном рекруте» уже 11 романов, и она еще далеко не закончена. Я так зимой собираюсь написать 12-ю книгу, потому что та информация, которая приходит, она очень интересна. И мне очень выборочно приходится с ней работать. Расскажите о своих героях. Вы хотите о героях фантастику? Да, конечно. Главный герой вот этой саги о «Звездных рекрутах» это Александр Заречник. Я расскажу, как ко мне изначально эта идея пришла. У нас был знакомый очень хороший мальчик, не буду называть его фамилию, потому что там живой человек. Он жил в городе Енисейский, играл в театре. Я жил в городе Енисейский семь лет. Работал там в газете. И его очень любили дети, он там играл в театре, там, Буратино играл. Вы были сотрудником в газеты, «Енисейская правда», да? Да. Вот. Журналисты, сотрудник, это как бы полмой, это тоже сотрудник. Вот. И когда ему исполнилось 17 или 18 лет, он поехал поступать в Красноярск и пропал без вести. Там да, молодой мальчик, очень симпатичный, мы дружили с его сестрой, мы, это я и моя жена, это было настоящее горе. И его так и не нашли. В Красноярске это очень просто, там очень сильное течение реки Енисей, если человека, скажем, убили и бросили в воду, он всплывает через 300-400 километров, настолько мощное течение. И мне захотелось таким вот людям, потерявшим близких, дать надежду, что, может быть, может быть, человек не погиб, может быть, его забрали инопланетяне, и он несет где-то службу, там по охране нашей планеты. То есть, ну вот, вот это такое изначальное движение мысли было именно такое. Прекрасная, очень благородная идея. Вот. Что касается героя, я не знаю, можно ли поговорить о развитии сюжета, потому что я вам там из 10 книг дал только почитать только две, но история вот эти один из романов, это одна история. В нашем издательстве были изданы «Войны Кромоса», «Катакомбы Кромоса», «Галактика», «Имуды», «Симбиоз», «Таракония». Все книги были изданы с первой по десятку в издательстве, в Ленинградское издательство. А с первой по четвертую в Ленинградское издательство, да? Да. 2008-й, 2009-й, 2009-й, 2010-й. Да. Поначалу он растерянный, герой, растерянный молодой человек, который был на войне в Чечне, но понятно, что человек погиб, пропал без вести во время Чеченской войны для своих родных. Сначала он растерян, и потом принимает решение выжить. он не знает, что он является игрушкой, играется подопытным животным, каким-то подопытным субъектом в глазах, в руках тех бессмертных существ, которые его на эту планету переместили для того, чтобы понаблюдать, как он будет выживать. Ну вот, а потом, когда он выжил, решали, что с ним делать дальше, и решили, что вот, пускай он будет курсантом Звездной Академии. Ну и как он обучался, какие были приключения. Не очень сложно, один из книг там за какой-то... Ну я этого не ожидаю, но вы рассказали очень интересную вещь, именно вот об источнике вашего, я бы сказал, вдохновения, прекрасной идеи. Вы где-то об этом пишете в своих книгах? Да, я в сопровождении, в сопровождении к книгам, я, там сколько, 10 книг и 10 текстов, в каждом из них я рассказываю. Почему он, как туда попал, зачем, дальше. Ну а в последней книге, в крайней книге, в 11, это уже такой сильно изменившийся человек, он, поправился, он ленивый стал, он стал рогоносный, совершенно другой человек, но жизнь ставит его перед необходимостью вот что-то делать, принимать решения, воевать, и вот как это у него все происходит, это достаточно сложно и достаточно интересно, я об этом пишу, пепел драконьего мира, то есть он уже не супергерой, он старый, уставший, обленившийся, толстый ветеран. Да, а наряду с писательской деятельностью о вас пишут разные интересные вещи, вот вы как-то заперлись в машине, чтобы ее не увез эвакуатор. Ну, так уж получилось, что писатель в России это публичная личность, значит и вот это проявление моего духа, то есть я увидел, что грубо нарушены мои права гражданские, грубо нарушен закон и я действовал в соответствии с тем духом, который во мне есть, то есть я прыгнул на машину, повис, заставил их остановиться, залез в машину, долго их уговаривал вызвать полицию, они не вызвали, я вызвал ее сам, полиция приехала, разобралась и они ничего не смогли со мной поделать, они просто разбежались, угрожали, матерились, все это на записи видеорегистратора есть, но вот это показатель того, что я не только там пишу крутые книжки, но и в жизни сам могу проявить характер. Как вы считаете, как вот ваши, вот эта серия ваша основная о звездном рекорде может помочь становлении личности молодого человека, девушки, читателя? она может кого-то подтолкнуть к творчеству, к тому, чтобы не бояться проявлять свои литературные способности. Брать пример существа, наделенного такими суперспособностями, невозможно. Она может подтолкнуть читателя думать, учиться принимать решения, не бояться принимать решения, отстаивать принятое решение, идти до конца, не бояться начальства, всегда проводить свою линию, проявлять твердость характера. Вот некоторые черты главного героя, они присущи мне. Я его в какой-то мере списал себя, хотя имя я взял со своего одногруппника, с которым мы вместе учились в институте, и он даже внешне на него похож. Ну, у нас такая получилась компиляция, часть черт характера его, часть черт характера мои. Что было самым большим разочарованием в вашей жизни? Отсутствие машины времени. У меня были в моей жизни, как у любого человека, поступки, за которые мне безумно стыдно. Я не буду о них сейчас говорить, но такие поступки были. Могу только сказать, что были моменты, когда я себя не очень хорошо вел по отношению к своим детям. И сейчас мне очень стыдно перед ними, перед самим собой, перед супругой, которая, конечно, все это видела. Я, конечно, физического насилия не было никакого, но я поступал неправильно. И когда у нас заходит разговор на эту тему, что вот были у меня моменты, их было немного, но иногда одного даже какого-то поступка достаточно, чтобы помнить о них всю жизнь. Но я, коль вы сказали, спросили, я скажу, как она есть. Я уделял недостаточно много внимания старшей дочери, внимания было больше младшей. Любил одинаково обеих, но внимания уделял младшей. И старшая дочь меня очень сильно обижалась и до сих пор обижается, хотя ей уже 38 лет. И когда у меня такая ситуация возникает, я очень сожалею, что у меня нет машины времени. Я говорю, ну, лампа перегорела, которая там очень важна. Я могу вас успокоить, что бы вы не делали. А у любого ребенка есть коробочка, называется детские обиды. У кого-то это такие огромные трагедии, как у вас, что вы изложили свои книги, а у кого-то это настолько незначительные вещи, но все равно она никогда не бывает пустой. Что бы вы не делали, как бы вы не старались, все равно остаются детские обиды. Ну, вот та книга, о которой мы говорили в самом начале, «Раны, нанесенные в детстве», ну, вот, если бы была у меня машина времени, я бы прилетел на тот берег реки, забрал бы котенка, вылечил бы его. Ну, вот, я буквально был настолько потрясен этой сценой, как вот по силе воздействия, как у Достоевского. Помните, там у него есть в братьях Карамазовых, там мальчик умирает, и там пушечка его остается, то есть, ну, просто невозможно сдержать слез. Я вам скажу, что когда я писал, я, конечно, я плакал, мне было очень тяжело, вот я сижу, сижу, печатаю, я не умею сликать методом, я смотрю на клавиатуру, и у меня слезы заливают глаза, я иду в ванную, мою лицо, опять пишу, потом опять слезы заливают глаза, но я понимаю, что это необходимо, я понимаю, что вот этот опыт, он поможет сотням, может быть, тысячам, даже, пусть даже одному человеку поможет пережить, преодолеть, значит, эта книга написана не зря. Ну, есть, мне кажется, и терапевтическое действие и для вас самого, когда вы это излагаете. Да, мне супруга, мы буквально вот несколько, ну, буквально вчера на эту тему разговаривали, эта книга очень сильно поссорила меня с палашим братом, это сын моего отчима, значит, он не хочет со мной общаться, и прям, ну, прям категорически, и мы, когда эту ситуацию обсуждали, супруга сказала, что, ну, вот ты вносил это в себе там больше сорока лет, и тебе нужно было выговориться, то есть, вот эту боль, которая меня изнутри уничтожала, ее нужно было отпустить, для этого нужно было выговориться, но поскольку я писатель, мне нужно это было изложить на бумаге, и потом вот эта сцена с котенком, ее невозможно написать, ее невозможно придумать, ее можно написать так, как я ее написал, только в том случае, если это переживешь, вот это нужно пережить, тут никакая фантазия не поможет, это нужно вот просто ощутить вот это тепло этого котенка, которого ты через две минуты тебе придется бросить в реку, то есть, то есть, то есть, а вам не приходило в голову его просто куда-то отпустить, и сказать, что вы, он придет, мы разговаривали с матерью, у меня там написано, или в черновике где-то было, мать сказала, что он придет обратно, он придет обратно, Ну и, в общем, мне было 7 или 8 лет, и вот она мне сказала, делай так, и я, в общем, она отключила мне мозг, потому что я не мог, у нас были настолько сильные эмоции, отрицательные, что я… Ну это прямо настолько ложится на Герасима и Муму, эта история, прямо вот один к одному. Ну, я думаю, простите меня за нескромность, но я думаю, все-таки моя история сильнее. Ну, конечно, сильнее. Но она больнее. Да и выход там, Герасим-то развернулся и ушел после этого. Да, но опять же тоже, ведь эта история основана на реальных событиях, это же списано с мамы. Авто Тургенера. То есть, ну, она, в общем-то, известна, эта история. Да. Ну, вот мы говорили о насилии в школе. А вот вторая проблема, мне кажется, еще более сложная. Школу-то поменять можно. А вот что касается насилия в семье, что с этим можно сделать? Ведь оно чаще всего абсолютно скрыто. И если пытаются вмешиваться, как в западных странах, становится хуже, разрушают семью. А если пытаются меньше вмешиваться, как это в России, тоже плохо. Да, вот вы там описываете, он вас там чуть не убил, а его всего на 15 суток. А здесь какое может быть решение? Вы у меня спрашиваете, как у мужчины или как у писателя? Давайте сначала как у писателя, потом как у мужчины, если это по-разному. Ну, писатель предполагает какой-то обобщенный взгляд, взгляд, может быть, с высоты, интеллектуальное обобщение, анализ ситуации. Если, как писатель, я хочу вам сказать, что я не вижу системного решения. Это честный ответ. Как мужчина, я знаю, как на локальном уровне, на каком-то узком участке времени, пространства, общества этому противостоять. И как педагог я меняю менталитет моих воспитанников так, как когда-то поменяли мой менталитет. То есть, почему, вот у меня есть дети, которые бродяжничают, и директор не понимает в школе, почему они ходят. Я говорю, а я понимаю. Ребенок когда уходит из дома вечерами гулять? Тогда, когда ему дома не рады, когда ему дома некомфортно. И вот я, как педагог и как наставник, я беру этого ребенка, привожу его в спортивный зал, я даю ему мячик, я даю ему очень комфортную атмосферу, где его любит тренер, где его любят другие дети, где он учится, где он сегодня не умел, а завтра умеет, а послезавтра он еще что-то и выиграл. То есть, и из лузера превратился в небольшую местную звезду. То есть, вот на локальном уровне я знаю, что нужно делать. И ребенок не уходит на улицу, он уходит на тренировку или уходит на музыкальную школу. Да, но это как бы вы обходите проблему, но в доме-то его продолжают унижать и избивать. И что делать? У меня нет рецепта, Борис Юрьевич. Но я знаю случаи, когда подросток вырастал, становился парнем, и в какой-то момент это все возвращалось обратно. Разве мало случаев, когда дети, молодые мужчины убивают своих отцов или их калечат? Нет решения, Борис Юрьевич. У меня вот, как скажем, недостаточно ума или таланта, чтобы... Насытить школы, спортивные школы большим количеством наставников, которые будут все-таки как-то вот компенсировать ту нелюбовь, которую ребенок получает в семье, своей любовью. Но где же их взять, этих наставников? А вот система у нас такова, что их все меньше и меньше становится. Даже если вы будете больше платить и уделите больше бюджета. Вы понимаете, эта система настолько бездушна, как система, что я боюсь, что живые души оттуда изгоняются. На самом деле, я вам тоже небольшой секрет открою, количество денег не играет никакой роли. Если любишь детей, если чувствуешь свою ответственность перед этими детьми, или помнишь о том добре, который сделали мои наставники, количество денег не имеет никакого значения. Платите мне там, ну я, допустим, получаю там 25 или 30 тысяч рублей, но платите мне 80 или 100, неужели я смогу лучше работать? Ну вот как работал, так и буду работать. Или человеку, допустим, платят большие деньги. Но если нет таланта, если нет желания заниматься с детьми, лечить их из раненной души, никакой миллион ему платить. Если у него нет способности, он не сможет. Сергей Александрович, еще вопрос. Вот дети становятся неадекватными. Вы с ними занимаетесь в самые тяжелые годы их существования. Когда ломается их психика, меняется гормональный фон, происходит половое созревание, тело у них становится такое неказистое, знаете, то есть восприятие самого себя резко снижается. Там девочки как-то начинают вырастать, становятся какими-то тоже неказистыми, там это самое. У них начинаются критические дни. Как вот во всем этом хаосе вы справляетесь? Да еще, да еще, у вас наиболее тяжелый предмет, потому что он нарушает личные границы. То есть вы ожидаете каких-то физических активностей от ваших учеников, где они потеют, им стыдно, им неприятно, им не у всех получается. То есть степень вот этого вот личного пространства, которое имеет ученик, сидящий в школьной форме за партой, оно совершенно другое, чем когда они в этом вашем спортивном зале. Как вы справляетесь вот с этим? Это мне представляется ведь очень сложным. И еще при этом вы говорите, что вы умудряетесь проявлять любое. Они же просто вот должны выводить из себя совершенно. Вот есть секрет. Вот извините, подождите. Вот мне кажется, что без того, чтобы орать, как этот самый, как оглашенный, ничего другого быть не может. Причем я эти все иллюзии потерял, когда сам пришел в школу. Это просто, если они не уважают преподавателя или преподаватель новый, это просто хуже клетки с обезьянами. Понимаете? То есть особенно, причем для каждого возраста свои вещи. Если вы там возьмете четырехклассников, они там будут друг другу на голову там одевать то, сё, это самое. Что можно сделать? Только заорать. А ну все встали, блин, туда-сюда, это самое, быстро. Сейчас я вам ноги выдерну. Ну, а как вы это делаете? Ну, вообще у меня нет таких проблем. Вы их не бьете? У меня нет проблем. Вы их не бьете? Я очень люблю детей. Это призвание. Да, я на них, бывает, я на них кричу. Бывает, я очень... Но не бьете. Нет, нет. Я физический контакт, и сейчас в школе физический контакт, ну, как бы вам сказать, противопоказан. Я, допустим, детей, особенно девочек, я к ним никогда не прикасаюсь. Но ведь заставить ребенка отжиматься, это тоже физическая боль. Ну, не всегда. То есть, терезерное физическое напряжение, это тоже как... Все зависит от ситуации. Если мы... У нас есть задачи. Я им, в общем, все объясняю, что нужно делать. Скажем, и если ребенок провинился в чем-то, ну, обычно это баловство, я могу ему сказать, что там три отжимания. Это не больно. Но он понимает, что... Но ведь вы наверняка сталкивались с такими, которые вам не хотят подчиняться совсем. Что бы вы ни делали, они не будут вам подчинять. У меня таких учеников за всю мою жизнь был один. Все-таки был. Да, шестиклассник. Один был. Есть... Ну, я ничего с ним не смог поделать. Я думаю, и сейчас бы не смог. Но есть... У Макарина, кстати, об этом написано. И есть секрет. Нужно сделать урок, чтобы было интересно. Вот если увлечь, если детям интересно, у них все эти плохие качества пропадают. Они становятся управляемыми. Они с удовольствием делают то, что ты от них хочешь. И вот та любовь, которую ты им даришь, она возвращается обратно, ну, в 30 раз сильнее. И вот то, что вы говорите, там, девочки растут угловатые. Но дело в том, что если с ними постоянно заниматься физическими упражнениями, то вот этот период, он происходит совершенно бесследно. И когда у них происходит изменение анатомии, физиологии, этот период, наоборот, очень благоприятен. Они становятся выше. У них становятся лучше фигуры, улучшается осанка. Они приобретают очень много новых навыков. И они вовлечены в созидательный процесс. Вот у Макаренко, я читал, читал, я не мог понять, когда был молодой, в чем секрет. А потом я понял. Не в том, что он с пистолетом ходил, значит, с этим сноганом по своей колонии, а в том, что он детей вовлек в созидательный процесс. Почему вот очень многие кружки успешны? Те же самые дети, вроде бы хулиганы там или не, ну, как злые там девочки, но на кружок ходят и все классно. Потому что их вовлекли в созидательный процесс. И я, как педагог, вот секрет мой в чем? Детей вовлечь в созидательный процесс. Но что они созидают? Они созидают самих себя, свои навыки. И я вам скажу, это очень прекрасное чувство, когда я беру ребенка в пятом классе, я научил его играть в баскетбол, в гандбол, в волейбол. И когда они учатся в десятом, в одиннадцатом классе, они уже настоящие мастера. Они умеют во все игры играть. Они ловкие, быстрые, пригучие. И когда я к ним прихожу после пяти-шести лет работы, то я просто физическое удовольствие испытываю от работы с этими людьми, от парнями и девушками. И девушки, ну, они более обучаемые, чем мальчики, они более дисциплинированные. И то, что вы говорите, ну, как бы, вот, мне это не знакомо. Для меня... Скажите, а вот изменилось отношение к спорту наверняка за последние 10-20 лет. Сейчас ведь те же девочки, они хотят быть... Ну, потом они ходят в спортзалы, там, прокачивают то, прокачивают все. Вот в наше время, там, в 80-е годы, в 70-е, когда я учился в школе, как-то вот не было связи между красотой и занятиями спорта. Вот я не помню этой связи хотя бы в обществе. То есть, ну, я не помню, чтобы женщины вот ходили, там, качали попу, там, еще чего-то делали. То есть, там было так, типа, есть красота природная? Ну, класс. Нет? Ну, нет. А сейчас, как бы, люди берут в руки себя и пытаются себя вот построить заново. Тот же Инстаграм, на который они ориентируются, те же это самое. Вам стало легче работать, чем раньше, когда этого не было? Или это не чувствуется в детском коллективе еще? Мне стало труднее работать. Потому что, да, потому что не было у спорта, по большому счету, таких сильных альтернатив не было. А сейчас у нас есть компьютеры, у нас есть телефоны, у нас есть множество всевозможных других искушений. Но зато у вас есть стимул, вы можете им сказать, что если вы не будете это делать, то потом вы станете толстыми и не сможете выйти замуж за миллионера. Но, значит, они понимают, что миллионеров за всех не хватит. И потом я никогда не скажу своей девочке, что она толстая. То есть для меня это неприемлемо. Кстати, а что вы будете делать, когда у вас ученики или ученицы толстые? У меня, я буду с ними делать то же самое, что делаю с остальными, только больше внимания и больше терпения и больше любви. У меня есть мальчишка, значит, я вон в книге у меня есть. Значит, он такой, ну, слонный к полноте, такой, ну, пухлый, животик у него. Ну, характер достаточно веселый. Я с ним занимался больше, чем с другими, в два раза, может быть, в три раза. И он стал лучшим разыгрывающим в волейболе. И прекрасно играет, прекрасно играет в защите. То есть был еще знакомый у меня очень хороший, ну, в моем возрасте парень, он чуть постарше вас, помладше меня, он тоже был такой упитанный, он занимался легкой атлетикой, стал чемпионом России по кроссу. На самом деле избыточный вес – это, в принципе, нормально. У кого-то, допустим, происходит гормональный взрыв, и ребенок начинает больше кушать и набирает вес. И нужно просто объяснить, что ничего страшного, и нужно на это наплевать и просто вот быть самим собой, и вот делать то, что тебе говорит преподаватель. И товарищи его поддерживают. То есть избыточный вес вообще не является проблемой. Если, конечно, ребенок не болеет, не диабетчик, не сердечник, но тоже я для него нахожу другую форму, например, он мне там рефераты пишет, он мне помогает с судейством, то есть нужно быть очень внимательным, чтобы эти очки не пропустить. И он его уважает, потому что это тоже очень важная ответственная часть спортивной жизни. Вот, потом есть... Какого цвета у вас свисток? А? Свисток какого цвета? Ну, это желтая, а этот металлический. Понятно. Сам свисток металлический, а этот желтая. Как далеко. А вы никому не даете свистеть свой свисток? Нет. Дело в том, что это как предмет личной гигиены, это как зубная щетка. Ну, понятно. Ну, бывает иногда, где эти подходят, маленькие, я тогда беру спиртом, спирт промываю или кипятком. Ну, это предмет личной гигиены, как носки, там, как зубная щетка. Ну, это понятно. Сергей Александрович, я хочу подвести итог. Вы являетесь вот примером живого, ищущего человека. И педагога, и писателя. И человека, так сказать, с большой буквы. Это прекрасно, что на наши вопросы нет ответов. Если бы у нас были ответы, мы были бы старыми дундуками, и наши ответы были бы неправильными. Этот мир и эта жизнь устроены так, что правильных ответов, видимо, на наши вопросы нет. Вот. Я желаю вам творческих успехов. Желаю вам и дальше много-много еще наслаждения от вашей деятельности. Я считаю, что это настоящее служение. Вы строите будущее. Будущее вашей страны в том числе. Эти люди, эти дети, с которыми вы сейчас занимаетесь, они увидят, может быть, даже следующий век. Вот. Вы страдали, что у вас нет машины времени? Она у вас есть. Только эта машина движется вперед. Эти дети, они посланники в будущем. И вы опосредованно через них можете влиять на это будущее. Что вы и делаете каждый раз, когда идете на свои занятия в школу. То же самое касается и книг. Книги ваши, они тоже обращены в будущее. Вот. Я очень благодарен вам за ваше творчество. И надеюсь, что у вас еще будет много-много творческих успехов. Спасибо вам. Спасибо, Борис Юрьевич. Мне было очень приятно с вами общаться. Очень приятно. Я вам уже говорил, что Борис Кригер и Александр Сидорович – это ключевые фигуры в нашем мире. Поэтому я 10 лет мечтал поговорить с вами живьем. Понятное дело, что через камеры. И сегодня моя мечта исполнилась. Огромное вам спасибо. Я читал ваши книги. Ну, не могу сказать, что я читал много. Я взял фрагмент, прочитал фрагмент. Очень хороший стиль. Очень глубокая литературная основа. Я понял, что я не могу так писать. Ну, мне не дано. Это не страшно. У вас тоже прекрасный язык. Я хотел бы обратить ваше внимание на книгу «Учение или мучение». Вот эта книга… Давайте я запишу. Давайте я запишу. Вот она, большущая. Она вышла недавно. Я записал. Спасибо. Она касается педагогики. То есть, вот многие из тех вопросов, что мы с вами поднимали сегодня, здесь обсуждаются. Мне было бы очень интересно ваше мнение. Она есть во всех форматах бесплатно в доступе. Аудиокниги. Ну, правда, там 18 часов записи получается. Она 600 страниц. Я ее написал совместно с несколькими учеными. Кандидатом биологических наук, нейробиологом. И речь идет о буллинге, о котором мы сегодня говорили. И о всех, о всех вот этих аспектах, о которых мы также говорили. Я был бы очень рад, если вы познакомитесь и поделитесь со мной своими впечатлениями. Хорошо. Спасибо вам. Вы не спросили меня про мои планы. Какие у вас планы? Ну, смотрите, вот мы когда задели, когда я рассказал про то, что невозможно описать то, чего не ощущал. И я хочу сказать, что самые интересные истории, они возникают в жизни. История, которая пришла ко мне буквально 3 или 4 дня назад, может быть, чуть больше, и которую я обязательно... Я просто как писатель, как гражданин, обязан написать книгу. Женщина играла с внуками в футбол, упала, сложный перелом, попала в больницу. Я рассказываю реальную историю. Значит, она у меня есть в друзьях на Фейсбуке. Значит, лежит, болеет, привозят бомжиху, пьяную. Вся, значит, авария в аварии. Значит, ударилась головой, имени никто не знает, бросили ее в коридоре. Ну, она как женщина такая участливая, значит, стала потихоньку с ней общаться. Значит, кое-кое-как вытащила из нее ее имя из памяти, потом вытащила номер телефона сына. Оказалось, что не бомжиха, что женщину сбил на улице водитель такси и влил ей, значит, в горло водки. Женщине 70 лет. Значит, женщина в течение 10 дней собственных испражнений, значит, с переломами костями таза находилась в коридоре этой больницы. И вот эта история меня настолько потрясла, что я, ну, рано или поздно сейчас вот эта женщина вылечит руку, и мы все равно либо вместе, либо я один эту историю напишу. И два или три дня назад эта пожилая женщина умерла. Она могла бы умереть безымянной. Но вот благодаря героине, которую я напишу, удалось сохранить имя и хотя бы нормальное похоронить. Сын у нее был нормальный. Она работала, всю жизнь проработала на заводе медпрепаратов. А таксисты нашли? А? Таксисты нашли. А, нашли, и с ним работают следователи. Вот это реальная история, если ее... Не если. Ее нужно обязательно рассказывать, потому что, если эту историю рассказать, возможно, это спасет жизнь другим женщинам или мужчинам, которых сбили, бросили, что не каждый человек, который похож на бомжа, таковым является. Что, ну вот, для меня это такое потрясение. Я совершенно поддерживаю. Если знаете мою биографию, у меня в моем доме был приют для бездомных в течение 9 лет. И я буквально собирал их с улицы. Я вообще не хочу, чтобы люди видели разницу между нами и ими. Это те же самые люди, попавшие просто в определенные обстоятельства. Каждый из нас может стать бомжом, и каждый бомж может стать каждым из нас. Между прочим, у нас был один бомж, который связался в короткий период, когда его пустили быть сторожем на даче. И он написал большую книгу о том, как он бомжевал. Книга называется «Пропасть». И я ее опубликовал лет 10 назад. И сказал ему, ради бога, если вы опять окажетесь на улице, пообещайте мне, что вы мне сообщите, и я буду вам помогать. И вы знаете, вот около года назад действительно через издательство мне переслали, что он пишет, вот Борис Юрьевич мне говорил сообщить. И с тех пор мы ему помогаем. Шлем деньги каждую неделю. Немного, но постоянно. Постоянно он это самое. То есть я хочу сказать, что мы способны менять жизни других людей. И вы очень правы, что хотите написать такую книгу. Это будет колоссальное значение иметь. Есть еще одна история. Женщина, молодая, примерно 25 или 26 лет, заболела системной красной волчанкой. И вот у нее часть жизни проходит в таком, в очень тяжелом состоянии. А когда у нее период ремиссии, она пишет прекрасную музыку. Она композитор, играет на скрипке. И музыка, конечно, такая грустно-печальная. И видеть, как умирающая молодая женщина борется с этой системной красной волчанкой, которая неизлечима, и при этом не теряет интереса к жизни. И пишет очень хорошую музыку. И рассказывает откровенно, мне она там надиктовала большое количество информации, рассказывает, что она испытывала, насколько это тяжело. И она понимает, что ей жить осталось не так много. Для меня это тоже очень такая личная история. Я тоже думаю, что о таких вот людях обязательно нужно рассказывать. Я уже продумал, как это все будет. Я хочу сказать, что в жизни люди, истории бывают намного не менее интересные, чем фантастика. Я бы сказал, что жизнь довольно безвкусна. Она придумывает сюжеты, которым никто не поверит. Спасибо вам большое. Для меня это было, честно говоря, неожиданность. Если как честно писать, вот как по жизни, то редактор скажет, ну это ты тут напридумывал. Такого не бывает. Ну, я думаю, такой редактор Борис Юрьевич Кригер так не скажет. Нет, я так не скажу. Вы так не скажете. Ну что ж. Спасибо вам большое. Я надеюсь на еще встречи. Если у нас будет возможность, я бы обсудил вот именно то, что касается педагогики и прочих аспектов. Потому что как раз в моей книге физическое воспитание не получило достаточного освещения. Я, поскольку сам слабак и сам всегда был от него освобожден, а когда мне пришлось его вести онлайн, то это заключалось в том, что я просил учеников изучать разные системы организма и как на них влияет положительно физическая активность. Мы никогда не пробовали вести урок физкультуры онлайн. Да почему? Мы же в прошлом году полгода так работали. Серьезно, ладно. Да, но я, так скажем, креативный и изобретательный. Я, значит, себе скачал молодых красивых женщин, которые проводят какие-то комплексы упражнений. И говорил, вот смотрите, вот видите, как она хорошо делает правильно. Вы так же делаете. Либо там описывал, ну, поскольку дети меня уже знают, я им давал письменное задание, они это выполняют. Но онлайн физкультуру, ну, как бы сказать, ну, поцеловаться по телефону там. Ну, не знаю даже, что сказать. Да. Хорошо. Большое вам спасибо. Я был очень рад личному знакомству. Спасибо. Спасибо, Борис Юрьевич. Борис Юрьевич. Борис Юрьевич. Субтитры создавал DimaTorzok